40 лет назад в нашем городе появились супруги художники Ушановы. Он выпускник Репинского института, она училище 1905 года. Они совсем разные, он задумчивый, серьезный, она быстрая, легкая, яркая. Это семейный такой тандем, который и облагораживает, они друг друга обогащают. Ну вот, а рядышком стоят ваши ученики и их ученики, которые я хочу вам сейчас представить. Ушановых потянуло преподавать, да не только передавать знания, это само собой, а скорее дух, атмосферу, которая необходима каждому художнику. Да и влияние столь разных планет под названием Екатерина и Михаил делали свое дело. Словом, о жестком воздействии речи не идет, а о пествовании того, что дал дитю Господь, таланта, дара, индивидуальности. Потому работы двух представлен на выставке художниц, их учениц столь разные. Яна Плющева пришла к Ушановым в 6 лет. А там атмосфера такова, что не стать членом их семьи невозможно. Она пошла в альмаматор Катерины Михайловны училище 1905 года, теперь заканчивает полиграфический институт. От мастера переняла любовь к путешествиям. Впрочем, все ушановские птенцы ездили с ними на пленэр. Нередко в псковскую деревню Заблудовку, родину Михаила Николаевича, где рисовали, писали, где сломя голову бежали с учеником, дабы не пропустить те самые несколько секунд рассвета. Другой экспонент. Катя Лисица пришла в дом Кушановым чуть взрослее. Она поступила сразу и в училище 1905 года, и в гуманитарно-прикладной институт. Выбрала последний. Для меня они очень важны как люди, как художники, это понятное дело, они, да, вот, а я когда думаю о них первое единственное, ну, первое, что я вспоминаю, это именно атмосфера, которую они мне дали, да, то есть, ну, для меня она, для меня они такая семья уже. Сегодня Яна делает первые шаги в преподавании, а вот Катю уже можно назвать сложившимся педагогом, пользующимся в Одинцове известностью, можно даже говорить о студии Кати Лисица. Об успехе ООН и повествуют хоть и детские, но вполне художественные работы, многое рассказывающие о педагоге, образность, бережное отношение к юной душе художника. В этих работах видится то, что ранее Катя видела в доме Ушановых, уважение к личности художника, мягкое, но очень грамотное профессиональное влияние и мощное общее развитие, расширение кругозора, понятие о добре и зле, умение видеть красоту мира, любовь к жизни. Дети, они настолько открытые, они сами могут научить многому. То есть не только я им что-то даю, многое я беру от них сама. Они все разные, они все абсолютно откровения. Каждый в своем. Кто-то с безумной фантазией, которую невозможно просто объять. Кто-то потрясающе кропотлив, ему интересны вот эти мелкие детали, который готов схватывать все до мельчайших подробностей. Кто-то, наоборот, идет своей совершенной дорогой и в плане техники, и в плане вообще осознания всего окружающего. Возможно, кто-то из мастеров им не повесил бы свои работы рядом с детским рисунком. Но здесь особый случай, идея, которую мечтали осуществить давно. Никто, ничего, никому не мешает. То есть все работы выставлены так и повешены так, что как будто так и должно быть. Нельзя сказать, что это детские там работы, там они очень слабоватые. Они все ровные, одинаково хороши. Самым юным участникам выставки приехать на открытие помешали рождественские елки. Зато рождественская детская радость теперь ожидает в галерее сосны всех обитателей и гостей, лечим наздоровительного комплекса. Сами же матерые человечище в искусстве, хоть и участвовали в своей жизни сотнях высочайшего уровня выставках в России и за рубежом, сегодня волнуются. Это несколько другая ответственность за своих детей в творчестве и даже за внуков. Кто такой художник? Это человек, у которого есть позиция. Если есть позиция, значит, будет художник. Если нет позиции, вот и будет прыгать, как, я не знаю, стали людьми. Очень хорошими людьми. Честными, открытыми, искренними, добрыми, уважительными к старшим, любящими своих родителей. Ну вот ко мне они хорошо относятся. То есть я знаю, что они меня любят так же, как я их люблю. То есть я люблю своих учеников, и они мне отвечают тем же. Вот это вот слово профессионализм, он в моем понимании говорит о высоком уровне, об уровне того, что здесь, в общем-то, и вот наши ученики Яна и Катя, и их ученики. И вот посмотрите на учеников Кати и Яны. Так вот как-то немножко прошли они стороной, не обсуждались, но ведь это же все профессионально. Это то, что и должно быть в наше время, когда, а может быть и во все времена. И еще один эксперимент готовится в соснах. Теперь уже учеником может стать любой и каждый. 19 января здесь состоится мастер-класс Михаила Ушанова. Ольга Винтер для телекомпании Одинцова.